Юнги из Мариэл готовятся к первому походу по Онежскому озеру. Построить чердачный струк Святой Косма решили в Петрозаводске, столице деревянного исторического судостроения. Мальчишки прибыли в Карелию еще в начале июня. Все это время они помогали строителям. И вот, наконец, судно спустили на воду. Волновались ли юные моряки перед важным событием, узнала Светлана Воробьева. Юные моряки из Мариэл начищают табличку с названием своего судна. Чердачный струк Святой Косма рождается на судоверфи Полярной Одиссее. Этим ребятам по 13-14 лет у себя на родине в городе Козьмодемьянске они уже несколько лет занимаются в парусном клубе «Паллада». В Петрозаводск прибыли, чтобы поучаствовать в строительстве исторического деревянного судна. Красили, выполняли простые столярные работы, делали уборку. Когда это судно будет достроено, если дети скажут, что это мы тоже строили, они будут правы на 100%, потому что без их помощи просто нам в такие сроки не удастся судно спустить на воду. Они просто молодцы. Со дня на день Святой Косма отправится в свой первый поход через Онежское озеро на Волгу, в город Космодемьянск, с мальчишками на борту. К самостоятельному плаванию они готовы, уверены юные моряки. По Волге не раз ходили под парусом и на веслах. Ну, небольшой риск, конечно, есть, потому что Онежское озеро такое непредсказуемое, и волны, и штормы. Но так-то нас коллективно поддерживаем друг друга, и не особо страшно становится. Только под парусом можно научить детей чувствовать судно, чувствовать стихию, чувствовать обстановку. Учиться бороться со страхом, учиться работать в коллективе, принимать правильные решения в трудные ситуации. Поэтому мы и решили, чтобы у нас было учебное парусное судно. На сегодняшний день, я считаю, что, скорее всего, на сегодняшний день это единственное судно у нас будет в Привожском федеральном округе такое. Предполагается, что по пути в Казмодемьянск команда будет делать остановки в разных городах, проводить там встречи с речниками-ветеранами и юнгами, такими же начинающими моряками, как члены экипажа Святой Косма.